здравствуйте дорогие мои зрители добро пожаловать на мой канал на канал моника шпильд и мы с вами продолжаем наш летсплей big мамы и детки конечно же в режиме рассказом как я решила сделать этот летсплей начало серии я решила начать с доминика для меня неожиданно потому что когда я открыла семью доминика в режиме семей просмотра семей то я заметила что у них родился маленький мальчик и знаете он зелененького цвета это так круто я очень рада вообще что это случилось такой у них новый дом кстати я вам показываю это новый скачанный домик вот я думала может у них будет еще один ребеночек поэтому поставил туда третью кроватку но комнаты конечно маленькие мальчика зовут аксел домики можно принципе побольше построить либо переехать куда-нибудь мальчик очень хороший и отношения в семье у всех тоже очень хорошие они все друг с другом дружат обнимаются я заметила по мере наблюдения за ними что они очень очень друг друга любят и я прям очень рада что у нас маленький растаманчик родился аксел это так здорово вот он поближе такой маленький хорошенький такой интересный так сливается со своей со своим ботиком со своей одеждой хотел я сказать мы спустились вниз внизу у нас марвин и как его зовут не помню общаются вместе тоже со своим отцом кстати доминик повзрослел у нас взрослый персонаж ему там осталось тоже не очень-то много до старения да и в прошлой серии я сказала что он у нас старший сын нет старший у нас леночка я просто что-то давно это было ребята я помню в январе начинала этого года семью вообще челлендж биг мама и конечно же не помню а марвин и кевин да марвин очень симпатичный получился а кевин ну тоже симпатичный но такой своеобразный он больше похож на мамочку такие большие глаза вот а носик и губки вроде бы папины да уж аника сама очень симпатичная такая хорошенькая симочка растаманочка мне очень нравится эта идея поселить растаманов типа у меня в летсплее потому что ну потому что здесь нет разнообразия хочется вот что так он у нас в игривом настроении давайте мы попробуем это действие просто когда его щелкала я не знал как она переводится посмотрите что дружественная пощечина видимо и у них повысились отношения это вообще что там допустим он покажет как он одет круто но я их переодевать не стала ничего с ними трогать их изменять не стала как выросли так пусть и растут в той одежде которую им дала игра вот они им идут в принципе не очень то и плохо а кстати у марвина был ирокез вот что то я ему поменяла прическу потому что с ирокезом он был ну не вписывался ирокез как-то он его лицо не подходит какие-то страсти поэтому мне пришлось ему прическу поменять и я думаю что марвин сейчас выглядит более привлекательным чем с ирокезом он бы выглядел но они все здесь сидят думают разговаривают о том что давайте съездим к бабушке давайте ее проведаем я ее давно не видел да оставим ее на ой маленького аксела на нянечку и поедем к биг маме нашей им всем два дня до работы я сейчас посмотрела так что у них есть время для того чтобы съездить в гости мы прибыли к дому биг мамы тут нас встречает себастиан и две коровки которые из одна из которых голодная надо ее быстренько покормить пока она там кого-нибудь не покусала да они ка в том доме в котором она прожила очень недолго потому что мы ее приняли в семью она вышла замуж за доминика и мы ее отселили кроватка детская кстати у меня вклинилась в шкафчик потому что я удалила мод на невидимую кроватку вот так как вы помните ребенка я поднимала туда наверх на шкафчик на комодик поэтому колясочка так висит в воздухе я когда переключусь на игру на семью биг мамы я ее конечно же удалю сейчас аника пообщается с биг мамы кстати она тут и пришла на кухню нашу нах так в хагн спросим как прошел день и так далее и тому подобное пообщаемся с ней спросим как у нее дела вообще как она тут справляется со всеми как всегда полон дом ты знаешь я уже привыкла когда у меня дома много всех всего или всех кстати я поняла что мы так много за всю жизнь с биг мамы и не заработали на шикарные большие хоромы но у нас есть все необходимое для жизни аника и биг мама очень хорошо понимает друг друга как я могу видеть и очень хорошо общается доминик присел сюда к биг маме тоже пообщаться потому что он тоже по ней соскучился а кстати я детей не смогла взять с собой почему-то не знаю то ли считается что они в школе хотя им было 23 часа там до школы вроде бы но я их взять не смогла с собой к сожалению я хотела чтобы биг мама с ними пообщалась вот такой доминик был молодым когда он женился на аннике фото со свадьбы аника тут у нас во дворе решила поиграть с коровкой я их вывела всех во двор потому что я хотела чтобы доминик с ней обнялся но доминик обошел вокруг дома короче и пришел сюда это было так смешно я прям не знаю очень смешно так калипсу я дала задание покормить коровку пока она там никого не повредила доминик очень рад по моему тому что он общается с мамочкой тоже по ней соскучился давно не захаживает кстати в начале когда мы его только отселили он прям чуть ли не каждый день приходил итак я решила с биг мамой вернуться к ним домой потому что биг мамочка соскучилась у нас по своим внучкам и я так плавно переключилась на семью биг мамы вот семьей доминика я больше не управляю как вы можете заметить и мы с собой взяли чаю нарцисс кстати чай нарцисс у нас постарела хотя у нее волосы эти растаманские до сих пор зелененькие так прикольно кстати мне нужно будет ее переодеть я так и не обращала внимание на ее одежду она все по молодежному как была так и одета надо ее как-то по возрасту немножечко одеть мне очень нравится чая нарцисс прям такая симпатичная я попросила биг маму познакомиться со своими внуками хотя она их нянчила но когда они подросли это не считается то что она с ними знакома оказывается я не знаю почему но наверное типа ребенок не помнит с кем он общался с кем он там дружил кто его на ручки брал когда он маленький был может с таким учетом я не знаю я не знаю не знаю не знаю эту логику это симс не знаю я хочу чтобы у нас биг мама пообщалась со своим самым маленьким внуком на данный момент кстати калипсо как вы знаете уже беременна и поэтому у нас будет еще один маленький внук или внучка который будет еще младше чем аксель но на данный момент аксель это самый младший внук который у нас есть биг мамочка с ним поиграется пообщается я очень хочу чтобы она понянчилась с каким можно больше количеством внуков вот если я правильно выразилась вот мне это прям вот идея фикс какая-то мне очень хочется чтобы она понянчилась поигралась со всеми пообщалась она так радуется вы посмотрите только на нее да давно это было биг мама когда ты так обнимала своих детей очень давно они уже все повзрослели уже у всех свои детки у них уже у себя уже детки повзрослели так обожаю младенцев вообще в симс это так мило ну я еще понаслаждаюсь как она с ним понячится поиграет мы понячились там с внуками и решили вернуться домой фиону сафиру по-моему я вернула домой пораньше либо она сама пришла чуть я уже не помню так и да биг мамочка у нас устала и хочет спать ужасно уже 9 вечера и да вы посмотрите там франц фердинанд моет у нас столешницу потому что он у нас чистюля и не любит когда грязно вокруг такой классненький кстати ух ты он у фионы сафиры тоже тарелку забрал убрал молодец какой кстати я хочу его женить и отселить ребята потому что у нас вообще нет места ни для кого мод на большее количество персонажей в sims 4 я устанавливать почему-то не хочу в sims 3 как-то нормально потому что там у меня за счет питомцев слишком много персонажей получилось как бы людей симов персонажей все равно 8 это для меня вот нормально да если будет еще больше то будет вообще ребят я всем купила тут на балы счастья биг мамы по моему купила зелье которое увеличивает все потребности разом и так как у нас себастьян сделал предложение фионе сафире то я хочу сделать сейчас свадьбу да 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 именно сейчас обычно я делаю свадьбы утром либо днем потому что очень красиво посмотрите калипсо животик вырос так круто а в этот раз я решила почему-то сделать свадьбу вечером мне кажется будет очень такой уютный романтичный вечер и будет как-то интереснее что ли разнообразнее ну не постоянно же днем делать и утром как по стандарту как заведенно надо что-то изменять итак мы прибыли на свадьбу 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 смотрите какие у нас гости красивые и активные симы тут же полезли отжиматься это так смешно этот участок я тоже скачала знаете очень давно еще для свадьбы эмануэля и джослин но я тогда сделала ошибку и этот участок я пометила как общественный там у нас кстати найджел ой подождите партоломью ковенант пришел поработать мы его пригласили чтобы он у нас барменом работал но вместо него встал клаус по моему его зовут короче бард остался без работы да и я не договорила я хотела этот участочек еще для кого-то применить потом и когда я нажала на кнопочку строить свадьбы я вспомнила что я опять же не поменяла тип участка короче это было все было что-то потом его поменяла на тип бар да и поэтому здесь сейчас много разных симов биг мама шляпку прям глаза закрывает прикольно и в конце концов получилось так что на свадьбу себастьяна и фионы сафира этот участочек оказался функциональным и посмотрите как здесь красиво это то самое место где мы с вами жили помните то есть не мы с вами а семья биг мамы у меня жила очень долгое время это незнаком мальчика я не знаю и посмотреть какая роза линдочка у нас красивая и такое красивое платьишко выкопала просто замечательно мне очень нравится но роза линдочка почему-то злая я не знаю почему посмотрите какая недовольная мордочка у нее такой шлячка я такая милая когда злится так калипсом ты чё там пьешь у нас ты же у нас беременная такая интересная вообще давайте посмотрим что она пьет сука цунда я не знаю сладкий какой-то напиток я надеюсь что это безалкогольный потому что во время беременности пить алкоголь категорически запрещено и так у нас очень много тут гостей леночка пришла очень красивая вообще правда тоже пополневшая я за ней не следить не слежу конечно же как бы я и часто не играю поэтому пусть будет какая есть пообщаемся с нашей старшей доченькой кстати анжелина джали к нам пришла на свадьбу она такая же классная и такая же красивая как и раньше была просто очень замечательная так астерий у нас общался с феликсом это круто биг мам наряд биг мамы мне очень нравится потому что я его тоже как-то нашла на сайте доб материалов вот и решила скачать и когда-нибудь использовать и наконец-то он пригодился этот наряд вот я сейчас показываю тот участок где мы были вот там мы собирали урожай с деревьев и тут я заметила что маленькая сирена взяла и улеглась на скамейке и по моему она не выпила это зелье которое повышает все потребности и я попросила биг маму сделать белый торт потому что я сделала торт и засунула его в холодильник чтобы он не испортился и забыла о нем как обычно но на свадьбу лены мы ничего не забыли мы с собой взяли всю еду которую мы там наготовили вкусную тут я как-то совсем совсем подзабыла про тортик и он так там и остался лежать в холодильнике но мы его потом съедим так и калипсо общается со своим папой они нашли общий язык потому что когда симы делают одновременно какие-то движения это значит что у них нашлись какие-то общие интересы у отца чешуя на лице поэтому он выглядит так странно наверное и тут я пробую три раза где-то пробовала дать задание им пожениться но они что-то никак не шли я их живет телик выключила думаю чем есть ними делать чтобы они подошли карки и поженились но это было сложно потому что они не фиона не себастиан не хотели подходить карки и жениться я прям не знаю и без заданий кстати свадьба проходит не напряжно но как-то не обращаешь внимание что ли а так хоть гостей поблагодаришь там напиточки закажешь хотя не знаю мне нравится свадьба без заданий вот вы видите они опять не подходят и никак не могут пожениться я что-то вообще не знаю это еще действие не наступило это вообще что-то себастиан очень занят общением с леночкой и да да я теперь догадалась отменить общение чтобы они туда подошли к этой арке и наконец-то поженились и тут я обратила внимание на сиреночку какая она уставшая бедный ребенок и что она опять улеглась на эту скамейку я просто не могу я чуть было знаете я даже отправить не могу домой за то что общественное мероприятие и я чуть было не пропустила саму церемонию свадьбы вы представьте это было бы что-то вообще если бы я пропустил я по себе не простила просто никогда потому что переигрывать я не очень-то люблю я люблю играть так как идет история и поэтому переигрывать я бы не стала этот момент был бы очень упущен конечно было бы очень жаль кстати спасибо асечке за ссылочку на это прекрасное свадебное платье фионе софире она подошла просто круто я примеряла многие платья но именно это подошло и просто очень хорошо поздравляю вас вы стали мужем и женой замечательно череда анимации при свадьбе очень классная обменивается кольцами обнимаются целуются как же круто так ну все поженились теперь себастьян может похвастаться кусту что он поженился фиона сафирочка нам показала даже сзади как это платье красиво выглядит вот мне кажется она ей прям очень подходит всем остальным моим девочкам невестам не подошло бы вот мы поженились и тут настало утро все свет свет весь погасился вот и стало не столь романтично как было до этого мы все равно продолжили общение продолжили рассматривать остальных симов как же круто и у фионы софиры хорошо что не испортилось настроение из-за того что кто-то там узнал что она инопланетянка вот и она прям стала светиться от того что она такая счастливая обожаю обожаю инопланетян 74 они такие вообще такие классные у них такие действия интересные правда у меня нет 2 инопланетянина чтобы эти действия показать да фиона сафирочка у нас пока одна калипсу что тут зависла тоже одна беременная ты моя переменяшка шлятка все смотрят телек я не знаю чем там интересно смотреть в этом телеке калипсу себя чувствует плохо из-за беременности у нее токсикозик не очень приятный кстати они с леной не помню хорошо общались или нет леночка вроде хорошо общалась с роза линдой наверное я уже не помню она очень хорошо общалась домиником вот это я помню давайте расскажем ей новости о том что мы тут забеременели и логан тоже пришел очень вообще рада за то что пришли очень много гостей кстати было для меня было загадкой придут ли гости ночью потому что я справлял мы справляли-то ночью я думала они все скажут ой мы спим войны на работе там-то-то-то но они почему-то пришли все я не знаю почему на франц фердинанд у нас красавчик такой кстати я поселила для франца фердинанда девушку от сояка ну она еще не знает кто это я самой сояка это сюрприз вот и я теперь буду обращать внимание на его личную жизнь мы с ней познакомимся пообщаемся надеюсь у нас получится тоже развить не романтические отношения надеюсь если она нам не откажет она вроде бы хорошая девочка я имею ввиду добрая во всем смыслах хорошая ну что ж вот такая у нас красивая классненькая свадьба получилась такая милая в семейном кругу можно сказать и да я не стала сильно растягивать и доводить свадьбу до конца и да будем заканчивать и возвращаться домой хотя в этом парке ну получается мини парк такой он очень зеленый красивый в нем бы хотелось конечно же провести побольше времени честно говоря маленькая сиреночка там стоит одна в кустах мануэль тоже застрял там в кустах этих очень смешно они наверно смотрят спортивную передачу раз они так реагируют мануэль поздравляет у нас себастиана со свадьбой фианочка сафира все целует и целует нашего себастиана от радости да и сиреночка тоже поздравила себастиана это так замечательно мануэль почему-то грустный я не знаю почему он наверно тоже повзрослела ли что он делится своей своей неуверенностью по моему себастиана чтобы почувствовать себя лучше ну шо ж ребят следующую серию я начну уже из дома вот а серию эту на я на этой ноте закончу потому что очень много получилось очень много событий очень много времени я так думаю доминик там ругается что-то недовольный такой так что поздравим себастиана и фианочку софиру с днем свадьбы бракосочетания это самый счастливый день в жизни и и следующей серии я не начну уже из дома чушь ребят спасибо большое за просмотр желаю вам всего доброго и до следующей серии днем Продолжение следует...